Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгенск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. Студия Георгия Розуаевна. Дарья Человекова, вот о чем расскажем сегодня. Владислав Шапша провел с главами муниципальных образований заседание консультативного совета. Первая летняя смена в загородном лагере «Сокол» торжественно открыта. В Обнинске состоялся яркий праздник, посвященный Дню защиты детей. На территории Кванториума состоялась международная акция «Сад памяти». Вспомнить все за 50 часов. Скоро состоится юбилейный городской летний слет. Губернатор Владислав Шапша провел заседание консультативного совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов области. В его работе участвовал председатель регионального законодательного собрания Геннадий Новосельцев. Ключевая тема совещания – патриотическое воспитание детей и молодежи. По словам министра образования и науки области Александра Никеева, патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений региональной политики. В области стали традиционными социально-патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Стена памяти», «Письма победы», «Солдатская каша», «Свет в окне», «Щит России», «Социально-патриотические акции», «День призывника», «Автопробеги по местам боевой славы», «Месячники оборонно-массовой работы», «Благоустройство воинских захоронений», «Уроки мужества», «Соревнования по военно-прикладным видам спорта», «Военно-спортивные игры». В регионе 18 школ носят имена Героев Советского Союза, две – Героев Российской Федерации, одна – Героя локальных войн и конфликтов. Один из наиболее успешных проектов – деятельность Калужского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Общая численность участников движения составляет более 16 тысяч человек, объединенных в 77 отрядов. Говоря о сложившейся ситуации в системе воспитательной деятельности патриотической направленности, министр отметил, что она многогранна, проверена временем и дает результаты. В ходе обсуждения губернатор напомнил, что в области в рамках Всероссийского пилотного проекта в следующем учебном году в школах должна быть введена должность заместителя советника, руководителя по воспитательной работе. Одно из условий пилота – проведение конкурса на данную должность и участвовать в нем должны не менее трех человек на одно место. Александр Аникеев пояснил, что процесс представления на конкурс кандидатур завершается. В настоящее время область по их количеству занимает второе место в России. Владислав Шапша поручил главам администрации муниципалитетов держать данный вопрос на личном контроле. Это ваши помощники, те люди, которые сейчас придут в качестве советников по воспитательной работе, поэтому вам было бы не лишним погрузиться в этот вопрос, узнать, как организована работа, кто придет на эти места, что в голове у этих людей, насколько они подготовлены, насколько они мотивированы заниматься своей работой, и как вы эту работу с ними вместе будете выстраивать. Отдельное внимание на консультативном совете было уделено развитию поискового движения. Отмечалось, что Калужская область – историческая родина организованного поискового движения России. Более 30 лет на ее территории проходят региональные, всесоюзные, всероссийские международные вахты памяти и военно-исторические экспедиции. За это время поисковики обнаружили и захоронили останки более 50 тысяч погибших защитников Отечества, установили имена свыше 5 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. С 2014 года действует региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». В него входят 20 поисковых объединений. Говоря о важности дальнейшего развития этого направления, губернатор отметил, что сегодня история повторяется. По его мнению, органам исполнительной власти, поисковикам, всем, кому близка история, кто считает для себя долгом воздать должное и отдать долг памяти тем, кто погиб в бою, необходимо продолжить поисковую работу. Участники Совета, кроме того, одобрили ряд решений по достижению отдельных показателей внедрения целевых моделей улучшения инвестиционного климата в Калужской области. Обращаясь к руководству муниципалитетов, Владислав Шапша подчеркнул, что сложная экономическая обстановка не должна использоваться как аргумент для снижения темпов реализации национальных проектов и работы по созданию комфортной деловой среды. 1 июня, в Международный день защиты детей в Центре отдыха и оздоровления детей и молодежи «Сокол» губернатор области Владислав Шапша принял участие в торжественной линейке открытия первой летней лагерной смены. В «Соколе» одновременно могут отдыхать более 180 детей и подростков. Здесь круглый год организуются профильные оздоровительные смены, проводятся молодежные форумы, спортивные сборы, а также реализуются различные проекты. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования в сентябре 2021 года на базе «Сокола» создан Центр выявления поддержки одаренных детей в Калужской области по модели образовательного центра «Сириус» с учетом опыта работы Образовательного фонда «Талант и успех». В центре функционирует современный оздоровительный комплекс, спортзал, бассейн, столовый, актовые танцевальные залы, библиотека, игровые площадки. В программу смен включены культурно-спортивные мероприятия, занятия в кружках и секциях, творческие конкурсы. Полным ходом идет создание настоящего аптекарского огорода. Летом текущего года в лагере будет организовано пять смен, в период которых отдохнут дети из всех районов области. На праздничной линейке в честь Международного дня защиты детей начала летней оздоровительной кампании в присутствии главы региона дети торжественно подняли флаг Российской Федерации. Владислав Шапша поздравил школьников с праздником и началом летних каникул. Я вам желаю самого-самого лучшего каникулярного начала, самой хорошей смены, ребята, чтобы все друзья, которых вы везете отсюда к себе домой, остались вашими друзьями по жизни. В этом году в реестр организации отдыха детей и их оздоровления Калужской области включены 24 загородные оздоровительные организации, три санаторных учреждения, а также 302 лагеря с дневным пребыванием детей, действующие на базе школ всего 329 организаций. Финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей осуществляется областным и местными бюджетами. В областном бюджете на эти цели запланировано свыше 200 миллионов рублей, что более чем на 26 миллионов рублей больше средств, израсходованных в прошлом году. 1 июня в Обгинске около городского дворца культуры прошел праздник, приуроченный ко дню защиты детей. Для малышей и их родителей был подготовлен большой праздничный концерт, работала ярмарка, были открыты станции детских досуговых учреждений города. Для наших коллективов 1 июня всегда это большой праздник. Прежде всего, это, конечно, праздник для самых юных наших участников, потому что взрослые участники коллективов, они в течение года имеют возможность выступить и на конкурсах, и на больших городских праздниках. А на 1 июня традиционно мы отдаем возможность, конечно, студиям детским, тех коллективов, которые у нас находятся, ну и, конечно, самым юным участникам детям. Можно было приобрести бижутерию и игрушки ручной работы, посмотреть на роботов и попробовать управлять ими, поиграть в большие шашки. В обмен на рисунки дети лакомились бесплатным мороженым. Были аквагрим и возможность получить свой скетч-портрет. Можно было выигрывать небольшие призы. Крыльцо дворца культуры и пространство перед ним традиционно стали импровизированной сценой для выступлений коллективов учреждения. В центре внимания оказались автобусы городского автотранспортного предприятия. Их было два. Один – новый автобус из тех, что недавно приобрели и должны в этом году выпустить на маршруты. Думали о том, какие есть возможности у нашего муниципального предприятия популяризировать общественный транспорт для молодежи. День защиты детей представился такой оптимальной площадкой, где можно совместить творчество и показать, что помимо автомобиля родителей есть еще и помимо маршруток есть автобусы. Решили показать, какие у нас новые автобусы, потому что про них много говорят, много пишут в СМИ, но реально вживую посмотреть пока нет возможности, потому что они еще не пущены на маршрут. Можно было свободно зайти посмотреть, какой он современный автобус. Можно было даже за рулем посидеть и посигналить. Очень нехороший, но очень много полезных вещей по типу зарядки, связи с водителем и мест для людей с ограниченными возможностями. В основном на маршрутках, автобусы по нужному мне маршрутами ездят. Я бы старался именно на эти автобусы попадать, они очень хорошие, комфортные. Похожая ситуация и у друга Дмитрия Градислава. Не получается сейчас ездить на автобусах. На маршрутках, потому что я не часто вижу автобусы у нас. Если такие автобусы будут, я буду кататься. Ну, довольно хороший автобус. Там даже удобно, то, что, допустим, он наклоняется. Еще, ну, обидно то, что его все же когда-нибудь, когда его пустят по ходу, разрисуют, это да, обидно. А так, хороший, комфортно. И маленького Саву автобус впечатлил, тем более его папа работает в ПТП. Особенно мальчику понравилось, сидя на водительском кресле, открывать и закрывать двери нажатием кнопки. Другой автобус из тех, что на городских маршрутах давно, его обклеили специальной пленкой и позволили разукрасить детям. Какое-то время разукрашенный он будет курсировать по Обнинску. Замдиректора ПТП говорит, что, может быть, дети помогут найти то, что легло бы в основу брендированных городских автобусов. Дмитрий Глухов, Кристина Забожко, Обнинск ТВ. Празднование Дня защиты детей и открытие летней школы состоялось и на базе Кванториума, где организовали посадку деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». Участие в этом мероприятии приняли школьные отряды волонтеров «Победы» и кванторианцы Первого Наукограда. Подробности в следующем репортаже. Напомним, что международная акция «Сад памяти» впервые состоялась в 2020 году. Главная цель этого мероприятия – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В рамках празднования Международного дня защиты детей еще один «Сад памяти» в Обнинске появился на базе Кванториума. Он посвящен памяти детей, погибших в годы Второй мировой войны. Акцию мы посвящаем тем детям, которые погибли в годы Второй мировой войны. 13 миллионов детей. Именно сегодня, именно в День защиты детей, мы высадим 13 дальневосточных кедров в память о тех детях, которые погибли в годы войны. И именно в этот день, чтобы все как-то подумали о том, что дети – это наше все, это наше будущее. И чтобы наши дети понимали, что такое мир. Инициаторами акции выступают волонтеры Победы. Добровольцы-школьники регулярно участвуют в таких мероприятиях. А вот воспитанники учреждений дополнительного образования оставались в стороне. Однако в минувшую среду это решили исправить. Кванторианцы также приняли активное участие в посадке саженцев дальневосточных кедров. Сегодня, 1 июня, в такой замечательный Международный день защиты детей, на территории Кванториума мы решили провести акцию «Сад памяти». В этой акции принимают участие два волонтерских школьных отряда. Это 7-я школа и 17-я. И впервые мы решили присоединить к этой акции детей, которые занимаются в чудесном здании красивом Кванториума. Цена, которую заплатил наш народ в годы Великой Отечественной, оказалась слишком высока. И нет ни одной семьи в стране, которой бы не коснулась та трагедия. Поэтому важно помнить о беспримерном подвиге, потому что эти страницы истории не подлежат забвению. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Совсем скоро состоится ежегодное масштабное событие для молодежи. Юбилейный 50-й Обнинский летний слет под названием «Вспомнить все за 50 часов». С 10 по 12 июня команды будут соревноваться друг с другом в различных соревнованиях за переходящий кубок. Какие новшества появятся в рамках юбилейного мероприятия? Узнали у исполняющего обязанности руководителя Обнинского молодежного центра Сергея Чурина. Сейчас идет активная подготовка к слету. Готовится усилиями молодежного центра список штабных людей, которые будут ответственны за творческие виды, за проведение спортивных видов, коих у нас в этом году будет слишком много, потому что мы возвращаемся в старую историю, когда добавили мы наконец-таки маленькую лигу для того, чтобы многие предприятия, учреждения, организации смогли заявиться именно маленьким составом, прочувствовать на себе, что это такое слет, и в дальнейшем уже полюбив его, а я уверен, что они полюбят, скажем так, набирать большие составы, звать друзей и приходить уже в более сильную лигу. В этом году слет будет проходить в двух форматах, поскольку организаторы приняли решение о создании двух лиг. Первая – Лига Атом, куда включают команды, состав которых от 30 человек. Здесь будут соревноваться опытные участники слета, и для них подготовлена насыщенная развлекательная программа. Лига Вышка – новшество этого слета. В ней соревнуются команды-новички состав от 15 до 30 человек. Для них программа будет облегченной, рассказывает руководитель Обнинского молодежного центра. Сделано это с той целью, чтобы познакомить новых участников с движением слета, позволить им втянуться в масштабы молодежного мероприятия. У нас слет имеет тему «Вспомнить все за 50 часов». У нас слет юбилейный, он по счету 50-й летний городской слет. Поэтому, я думаю, тема действительно истории некой зайдет, и мы всю эту историческую повестку, все как было раньше, газетные вывески, все это мы будем освещать и показывать, что было раньше для ознакомления, именно для молодого поколения, которое на слет идет, ну вот буквально кто-то в первый раз, а кто-то только недавно к нему присоединился. Активностей запланировано много. Лапта, футбол, волейбол, творческие виды состязаний и многое другое. Особый отклик получило прошлогоднее нововведение – киберспорт. В этом году мы его добавляем достаточно так уже бодро. В прошлом году мы попробовали, в этом году уже, так скажем, так как история обкатана, но вот это уже точно такое хорошее усиление, которое действительно пользуется популярностью на молодежном слете. А для Лиги новичков подготовлена отдельная программа, и она значительно проще, чем у «Атома». Там более одиночные виды – это шахматы, это шашки, это дартс и все такие маленькие условности, где действительно в 15 человек можно будет закрыться, скажем так, всей командой поучаствовать везде, где можно, и при этом, так скажем, на слете ознакомиться со всем тем, что идет в большой лиге. Прием заявок завершился в мае. В Лиге «Атом» участие примут 10 команд. Это завсегдатые городского слета, рассказывает Сергей Чурин. Что касается тех, кто только хочет попробовать свои силы в этом молодежном мероприятии, то таких оказалось 7 команд. И стоит отметить, что интерес к обнинскому летнему слету оказался велик. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. На сегодня это все. Следите за нашими новостями в группе «Обнинск Онлайн», ВКонтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит в эфир по будням в 19 часов до понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова